В зоне строительства 4-го моста начались археологические раскопки. Дело в том, что левобережная часть переправы находится в непосредственной близости от Афонтовой горы. Четыре бригады археологов трудятся здесь с раннего утра, пока специалисты снимают только верхний пласт и добираются до слоя, где могут быть артефакты. В зону строительства моста попадает стоянка древнего человека Афонтова гора. Проводить такие работы перед началом большой стройки требует федеральное законодательство. Заказчиком выступило управление капитального строительства города. В этом году площадь раскопок составит около 100 квадратов. Ученые должны углубиться как минимум на 5 метров, чтобы изучить исторические пласты. Ничего, ну только более-менее современные, что касается 20-го века, конца 19-го века, немножко осколочки керамики, ножек 70-х годов нашли. Ну, собственно, пока все. В следующем году часть домов, которые находятся в зоне переселения, будут снесены, и ученые начнут исследовать территорию под этими строениями. Археологи уверены, что здесь могут встретиться экспонаты древнее 10 тысяч лет, периода палеолита и неолита. Если попадутся подобные уникальные находки, площадь раскопок будет увеличена. При этом срок захода строителей на площадку может затянуться. Пока ничего сказать не могу. Но затормозить это будет зависеть от того, насколько насыщенный культурный слой, какие остатки человеческой деятельности, остатки фауны или вещевой инвентарь будут обнаружены. Все это вопрос научной экспертизы. В музее педуниверситета находки Сафонтовой горы бережно хранят. Долгое время денег на проведение изысканий не было. В этом году ученым выделили чуть более 2 миллионов рублей. Представитель заказчика строительства моста, главный инженер управления автомобильных дорог по краю Вячеслав Цишук говорит, действительно есть риск переноса даты работ на ливобережной площадке. Но пока в планах зайти на этот участок только через полтора года. К сожалению, пересекаемся. Общественный интерес в создании нового транспортного сооружения пересекся с общественным интересом в части сохранности археологических памятников. Там у нас есть так называемый памятник археологии Архонтового гора. Случаи остановки строительных работ из-за археологических находок в Красноярске уже были. В 2007 году при реконструкции большого концертного зала ученые обнаружили кладбище и развалины Воскресенского собора. Все работы на объекте на некоторое время были приостановлены. Из-за этого реконструкция затянулась. В следующем году на археологические раскопки уже предусмотрено 17 миллионов рублей. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне мой номер телефона 2-92-91-14. Также пишите на наш сайт afontovo.ru. Елена Максимова, Андрей Егоров. Афонтово. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова